Работают две... Дорогие друзья, здравствуйте! Вы смотрите программу «Рождённая в СССР» в студии я и её ведущий Владимир Глазунов. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире нашей программы, как и происходит ежевечернее. Звоните нам по телефону 969-2211. Наши электронные адреса в интернете nostalgia.tv.ru либо rusmir.tv.com для тех, кто смотрит нас в Америке. Мой сегодняшний гость родился в небольшом городке в степи. По его воспоминаниям, детство пахло суховеями и гуталином солдатских ботинок. Именно отец, полковник авиации, научил сына любить и чувствовать небо и свободу. Лётчиком он не стал, но зато в полной мере реализовал свою любовь к свободе в творчестве. Группа Пар Горького, гитаристом и вокалистом которой он был, стала едва ли не единственной советской группой, завоевавшей признание за рубежом. Впрочем, не только про Пар Горького, и скорее даже не про эту группу мы будем говорить сегодня. Заслуженный артист России Александр Маршал сегодня у меня в гостях. Добрый вечер. Добрый вечер. Или утро. Я уж не знаю, у кого как. Ну что, мне очень приятно быть сегодня здесь, в замечательной программе. Я хочу начать свое выступление с песни, которую я потом расскажу, что это значит. А спелый ветер вдохнул напористо, и ушел за моря, словно жесткая полка поезда. Память моя, а вагон на стыках качается, в море и зоре, я к дороге привык и отчаиваться. Мне не резон, эту ношу транзитного жителя. Выдержу я, жаль, что часто, и все неожиданней. Сходят друзья, я кричу им, куда ж вы опомнитесь. Ни слова в ответ. Исчезают за окнами поезда. Были и нет. Вместо них с правотою бесстрашною. Говоря о другом, Незнакомые юные граждане Обживают вагон. Поезд мчится луками белесыми. И сквозь дым городов Все стучат и стучат под колесами. Стыки годов Только вдруг, неожиданно, затемно Сдавят в груди И пойму я, что мне обязательно Надо сойти. Здесь, на первой попавшейся станции Время пришло Но в летящих вагонах останется И наше тепло Здесь, на первой попавшейся станции Время пришло Но в летящих вагонах останется И наше тепло Потрясающая песня. Здравствуй, Саш. Здравствуй, дорогой. Очень рад тебя видеть в нашей студии. Взаимно. Не помню, сколько прошло, но, в общем, долго ждать. Ну, где-то годик с небольшим, наверное. Годика три уже. Три? Да, представляешь, у нас год за три. Как щелкает. Сегодня один без коллектива, да? Я сегодня без коллектива, собственно говоря, я думаю, что, в общем-то, наверное, в этом нет необходимости, потому что то, о чем я хотел бы сегодня поведать тебе и нашим зрителям, это связано с тем, что я недавно записал пластинку на стихи Роберта Ивановича Рождественского. То есть, ну, казалось бы, да? Мы же знаем. Мы знаем. Советский классик. Советский классик, да. Но я открыл для себя совершенно нового. Это Катя подарила тебе, да? Это Катя, да, рождественская дочь его подарила мне книжечку и говорит, напиши хотя бы одну песню, потому что о папе как-то начинают потихонечку забывать, молодежь вообще не знает, что это, да, да. А у тебя здесь же сборник. Вот у меня этот сборник, да, он называется «Мгновение, мгновение, мгновение». Здесь его старые стихи и, конечно же... Давай я покажу зрителю. Не залистаешь вот это? Нет, я не закрою это, поскольку, я так понимаю, для тебя важно это в качестве шпаргалки, поскольку у меня все слова еще... Да, да, да. Поэтому сегодня вот на пипитре находится не партитура у Александра, а сборник стихов, что, в общем, само по себе оригинально, Роберт Рождественский, мгновение, мгновение, мгновение. Вот я написал 14 произведений и уже записал эту пластинку, скоро она выйдет в свет. Причем Саша, когда передавала Саше этот сборник, говорил, ну посмотри, может быть, что-то прогнется, одна-две песни, если она пишет, хорошо. А родилось 14, ты говоришь, да? А родилось 14, да, и я очень горд и счастлив, что мне доверили такую замечательную работу, да, ну, если это можно назвать, конечно, работой. Я просто получил огромное удовольствие и сегодня расскажу немножко о том, что здесь происходит. Ну, конечно, лучше послушать, но, тем не менее, здесь просто потрясающие стихи и есть вещи, от которых я просто был в шоке. То есть ты другого для себя рождественного сплострел, да? Я не подозревал, что Роберт Иванович к концу своей жизни мог такое написать вообще. Такое-то какое, антисоветские вещи? Антисовсем советские. Да? Да. То есть он был антисоветчиком еще так. Ну, на самом деле он говорит, что ему... А все это было прикрытием. Ему стыдно за то, что были моменты в творческом его деле, когда он писал стихи восхваляющие, значит. Но он говорит, мне было все равно, о чем писать, лишь бы только слагать стихи. Но те же мгновения, как названа эта книга, это же выдающаяся вещь, несмотря на то, что советская она или антисоветская. Конечно, там есть и песня «Мгновение, мгновение» из «Семнадцатого мгновения весны». А здесь вот, например, такая штука. Это вот прямо о нем. Он стоит перед Кремлем, а потом, вздохнув глубоко, шепчет он Отцу и Богу, прикажи, и мы умрем. Бдительный, полуголодный, молодой, знакомый мне, он живет в стране свободной, самой радостной стране. Любит детство вспоминать, каждый день ему награда, знает то, что надо знать, ровно столько, сколько надо. Сходу он вступает в спор, как-то сразу сатанея, даже с собственным сомнением он готов давать отпор. Жить он хочет не напрасно, он поклялся жить в борьбе, все ему предельно ясно в этом мире и в себе. Проклял он врагов народа, верит, что вокруг друзья, счастлив, а ведь это я 52-го года. Василий Теркин в другом изложении просто не звучал, как мне кажется. Но вот неминуемо нам все равно, Саша, придется с тобой отвечать на вопросы зрителей. И боюсь, что они не всегда будут связаны с творчеством Роберта Роздецинского. Поэтому ты будешь к этому готов, что вопросы могут быть самые разные. А пока визитная карточка на моего сегодняшнего гостя. Александр Маршал родился 7 июня 1957 года в Краснодарском крае. Два года проучился в Ставропольском летном военном училище войск ПВО по специальности штурман боевого управления, где создал музыкальную группу. Поняв, что карьера летчика не для него, бросил учебу. Работал матросом-спасателем, музыкантом в ресторане, механиком. В 80-м году переехал в Москву. Играл на бас-гитаре в группах «Цветы», «Аракс», «Здравствуй, песня». В 87-м году стал музыкантом группы «Парк Горького». С этим коллективом в течение пяти лет жил и работал в США. После ухода вокалиста Николая Носкова стал солистом группы. В 98-м году музыкант начал сольную карьеру. Был выпущен дебютный диск «Может быть». Затем вышли альбомы певца «Белый пепел», «Особый», «Батя», «Отец Арсений» и другие. В 2012 году группа «Парк Горького» вновь начала выступать в первом золотом составе на концертах и фестивалях. Александр Маршал – лауреат премии «Шансон года», «Золотой граммофон» фестиваля «Песня года». Заслуженный артист России. Ну, Саша, ты на самом деле лауреат многочисленных конкурсов, премии и наград. И вот когда в последнее время я смотрю, включаю телевизор, что редко делаю, к счастью, и вижу Александра Маршала, я думаю, как же Саша взрослеет, каким же он серьезным становится. Такой немножко от Льва Лещенко что-то отдается. Ты знаешь, мне кажется, ты отошел от рок-н-ролла на каком-то. Болодь, ну, на самом деле, я так думаю, что это ожидает, в общем-то, всех, кто перевалит через 50-летний барьер. И как бы тут ситуация такова, что рок – это удел молодых вообще. Я считаю, что рок-музыку людям моего возраста петь уже как бы не очень правильно. То есть Голландин дурью мается? Нет, я не буду сейчас вдаваться в подробности, просто я тебе скажу только одну вещь. Когда я вижу своих сверстников с длинными до сих пор волосами подкрашенными, потому что они уже седые, редкие, в косухе куртки, которая уже не застегивается, потому что животик здесь, и все это, козы до сих пор, ну, как-то это все уже... Но те седые, но не редкие же, поэтому можно еще лобовиться. Ну, да, но я так понимаю, что потихонечку, медленно, но верно, я пою все тише и тише. Ну, а что орать-то? Я уже поорал славу. Ну, вот Леша Борис недавно был у нас в гостях в единственном составе, они с Орикой Кармухиной как-то приходили, вот он один пришел, и он исполнял в основном старые хиты «Парка Горького». Исполнял, причем так, я тебе рассказывал немножко, до встречи наши, как будто здесь весь коллектив, и ему все равно, есть кто-то, нет. Вот он остался на той волне «Парка Горьковской», да? А у тебя это уже все, вчерашний день, зачеркнутая, перевернутая славица. Нет, это не зачеркнутое, я очень благодарен тому времени, что моя судьба вот так ко мне была благосклонной, что мы одни из первых, наверное, одна, пожалуй, единственная группа из Советского Союза, которая там заявила о себе, в общем-то, громко. И этот шоу-бизнес американский, это опыт, который ты не купишь ни за какие деньги, который нужно проехать и прожить в собственной шкуре, так, если можно выразиться. Вот, ну а сейчас меня просто, меня увлекают другие вещи. Ну, вот рождественские, да, вот мои какие-то песни, которые я пишу, они больше теперь, больше такие лирические, спокойные, вот. Есть, конечно, громкие. Патриотические, что редко сказать сегодняшние. Патриотические, я очень люблю эту тему, потому что мы как-то не понимаем вообще, что происходит, мы все время спрашиваем, что такое национальная идея, что вот это такое, ну это не что иное, как надо просто начать с себя, и все, поэтому я не могу не петь о каких-то вещах, которые меня трогают, действительно, искренне трогают, и я люблю эту страну, и я считаю себя гражданином, и если не я, то кто? Давай послушаем зрителей, тоже граждан этой страны, граждан России. Алик из Москвы, да, Алик, добрый вечер. Да, добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо вам за ваши песни. Я являюсь любителем большим группы Парк Горького с самого детства, если честно, можно сказать, вырос на ваших песнях, и очень приятно, Александр, когда вы возвращаетесь, вот вы недавно пели на одной из каких-то передач с хором Парк Москва-Корького, очень было классно, видно было, что вы поете с удовольствием. Александр, вот вопросы такие, два вопроса у меня, я думаю, что многие поклонники Парка Горького меня поддержат, и является ли для вас участие все-таки в Парке Горьком, решающем в вашей карьере, да, таким переломным, честно. И второй вопрос, вот ушел Носков из группы, вы вышли первый раз на сцену, это, по-моему, было в Дании, да, или на Ростке, вот не помню точно, на Fire Emere, и какие чувства вы испытывали, когда вы впервые вышли на сцену после Николаева? По-моему, это у вас первый был такой опыт пения на английском, сколько я понял. Да, спасибо. Ну, на самом деле, первый выход мой на сцену был не в Роскельде, это в Дании, а в Индианаполисе, концерт, который называется Farm Aid. Это концерт, который идет с 11 утра каждый год, с 11 утра до 11 вечера, значит, и внизу бегущая строка, и выступают все мировые звезды. Этот концерт посвящается фермерам американским, и в помощь, значит, люди посылают свои пожертвования, деньги и так далее. И Коля не приехал на этот концерт, и я без единой репетиции пел песню Please Try To Find Me, это такая известная наша Горьковская песня. Я сейчас недавно в Ютьюбе нашел, это ужасно было, я просто был в шоке вообще, как это все это... Ну, можно было понять, потому что я не пел эту песню никогда. То есть мы без единой репетиции приехали, и я перед семью-десятью тысячами в зале, и многомиллионная аудитория вокруг заново, облажался так, что просто такого быть не может. Потом я уже занялся вокалом, роковым вокалом вплотную, вплоть до срыва связок и так далее, но как-то нашел свою позицию. И это нужно просто найти, чтобы не тяжело было это делать, потому что высоко. Ну, эти вопросы-то еще раз нам на тебя задавали. Переломный момент для тебя, насколько это или нет? Переломный момент, конечно же. Ну, конечно. Ну, вы представляете себе, что группа уезжала за границу, когда еще был Михаил Сергеевич, был Советский Союз, и, в общем-то, уехать куда-либо было сложно. И вдруг меня вызывают в первый отдел, это в Москонцерте, и Сан Саныч, дай бог ему здоровья, это представитель Комитета государственной безопасности в Москонцерте, говорит, ну что, Александр Витальевич, вы никуда не едете. Я говорю, как? Он говорит, ну так. Опустилось все, да, в момент, Саша? Оборвалось все, внутри просто рухнуло. Я говорю, а что такое? Он говорит, пот, и подвигает мне такой лист бумаги, на котором написано заявление от моей бывшей девушки, с которой я проживал некоторое время. От такой-то, такой-то, значит, такой-то, такой-то, то есть я в составе такой-то группы хочет уехать за границу, дабы остаться там на ПМЖ, то есть на постоянное место жительства. Все. Можно было уже дальше ни о чем не говорить, потому что это все, расстрел. Это отомстил тебе, любимая? И я смотрю на этого Сан Саныча с глазами полными слез и говорю, ну что мне делать? Он говорит, бумбакс привезешь. Я говорю, чего? Ну как это называют, такая вот ерунда, такая, магнитофон, что ли, мне внук достал. Я говорю, привезу три, два, сколько хотите. Он порвал это заявление и выбросил. И так я оказался в Соединенных Штатах. Душевно, что это Сан Саныч. Я ему очень благодарен. Сан Саныч, если вы смотрите, я снимаю шляпу перед вами. Спасибо вам огромное. Ну а положил руку на сердце, сегодня уже можно об этом говорить. Было желание остаться там? Ну, дело все в том, что мы как бы и так остались. Ну что значит? Ну остались, я имею в виду. Мы подписали контракт на три года, а получилось, что 10 лет. Мы даже не думали об этом. Ну что значит? Единственное, что к концу нашего там пребывания, когда потихонечку это все начало сворачиваться, я имею в виду, стиль музыки стал одновременно немоден. То есть появились такие группы, как Нирвана, Перл Джем, Саунгард. Да я думаю, что про музыку вообще найти себя в Америке было желание? Обрести в чем угодно, но жить там. Ну мы-то нашли себя, в принципе. Но вернулись? Вернулись, потому что я не могу без этой страны. Ну невозможно. Я здесь родился, и я считаю, что мы там, все там, за рубежом, мы не дома. Как воспринимал ту зарубежную поездку Николай Носков? Мы тоже об этом говорили. Фрагмент из интервью прямо сейчас. Это же было счастье попасть тогда к Стасу Намину, да? Вот этот проект Парк Горького. Я, если говорить честно и не лукавить, то я отказывался. Первое время. Какое-то время сопротивлялся, да? Нет, я сопротивлялся. Я не хотел быть в составе этой группы. Мне не совсем нравилась компоновка музыкантов в этой группе. Но потом постепенно на меня поднавалились с одной стороны, с другой. Потом я сам прикинул, думаю, ну что, Коль, такая появляется возможность. Поехать в Америку, писать свои какие-то вещи, спеть на английском языке и посмотреть, будет успех или не будет успеха. То есть проявить себя еще с этой стороны, которая вообще на самом деле была замурована за семью, за печатями. Никто никогда даже себе не мечтал. из музыкантов, что у него будет такая возможность поехать в Америку. Америка для меня, это как, знаете, вот такой вот пролонгированный, навечный стресс такой вот. И он до сих пор длится. Еще тогда, когда не хотел участвовать, я уже тогда, наверное, чувствовал, чем это все закончится. Поэтому это тяжело. Это раз. Но были, конечно же, и удивительные совершенно встречи в той же Америке. И переживаний в этой Америке хватилось столько. А как говорят бизнесмены, а в сухом остатке что осталось? Только разговоры о том, что вот была такая русская группа, которая поехала в Америку, выпустила альбом, пошумела, что-то пошумела и вернулась обратно. Я вот не знаю, насколько для Александра Маршала вечный стресс. Хотя на протяжении 10 лет это тоже стресс для тебя был? А Америка? Ну, сама Америка как-то. Я бы не сказал, что это стресс, просто это настолько было необычно другое. Ну, все другое. Я просто этот случай часто рассказываю, потому что это действительно смешно. Когда мы приехали впервые и попали на Манхэттен, еще были два этих здания близнеца, живы-здоровы. И мы шли, я уж не помню, что я такое увидел в городе. Ну, что-то меня, то, чего я не мог увидеть в Советском Союзе. Я повернул голову, засмотрелся, а продолжал идти. И головой буквально снес телефон-автомат. Врезался с собой. А там есть будочки такие, которые висят, на стеночке висят. Да, почти незаметно. Вот я снес эту будочку, потому что засмотрелся на что-то. Так мне было необычно и интересно все это. Меня другая история поразила в интернете. Я прочитал накануне нашей с тобой встречи. Она связана и с ностальгией, и с детством в то же время. Ты попал там в какой-то момент в мир детства. По-моему, в магазин увлечений или что-то такое. Да, Хоббис. Хоббис называется. Хоббис, да? И вот там, где модельки, да? Вот больше 30 моделей у меня дома они стоят на полочках. Эти самолеты, которые я клеил тогда. О том, что я всю жизнь, все свое детство мечтал собирать эти модели. Но у нас не было таких магазинов. Однажды папа... Ну что-то же мы клеили самолетыки, помните? Ну правильно, он мне привез из Москвы Ту-134. Да, вот. ГДР-овское производство. Без краски, ну вообще без ничего. Я там еще, помню, разлил этот клей. Крыло вообще погнулось. Я был так жутко расстроен вообще этим всем делом. А когда я вошел в этот магазин, я просто онемел. Я стоял столбняком, потому что были любые совершенно модели, любых самолетов. И кораблей. И кораблей, да. И причем публика, которая была в магазине, это были люди по 60-50 лет. У них свой журнал, у них своя тусовка. Они там меняются какими-то моделями. То есть я окунулся в это все дело. Ну такой же дома до сих пор стоят вот эти 30 моделей. Но ведь есть модель, которая не стоит, к сожалению. Это пластиковый фрегат, который ты собрал спустя время мощный такой, да? Пластиковый фрегат я собрал, и он погиб в землетрясении в 94-м году. Рухнул камин, и его плитой придавило. Я его неделю собирал или полторы, этот фрегат. И он погиб под обломками в этом страшном землетрясении, которое мы испытали в 94-м году. Олег из Екатеринбурга ждет давно. Олег, доброй ночи у вас уже, да? Здравствуйте. Ну у нас, да, вот у нас первый час ночи. Я очень рад, что вы приглашаете в студию действительно настоящих звезд. То есть звезд, которых знали все и были звездами в самом прямом смысле слова. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Значит, я вот, ну не могу не высказать, раз уж затронули эту тему, что, конечно, с такой огромной ностальгией, когда вы пели рок, все-таки мы вот, поколение, которое, скажем, закончило школу в 90-м, в 91-м годах, мы, конечно, ну, вообще и к вам, и к всей группе относятся. И мы, конечно, вас считали просто суперзвездой. То есть даже наши рок-группы советские, которые были, но мы их ни во что не ставили по сравнению с вами. То есть это был такой прорыв, но все равно, что, наверное, вот как американцы высаживались на Луне. Мне вот по мне это было так, потому что... Ну да, есть какие-то аналоги. Потому что, да, потому что русские, благодаря, вышли не благодаря каким-то, я не думаю, что вкладывали сумасшедшие деньги в вас, благодаря просто трудолюбию. Мне известно же, что, допустим, многие выучили английский язык прямо, что называется, с колес. Стали петь без акцента, то есть и так далее. То есть благодаря этому самому настоящему русскому трудолюбию. Вот, поэтому очень жаль, что вы все-таки прекратили. Вот мы уже закончили сроком, так сказать. И, конечно, я понимаю, что уже не тот возраст, как в Криппе Бэнк совершать такие фрюшки уже вы... Не тот возраст, но очень жаль. Мы вот просто все скорбим, вот все поколение этих лет. Спасибо вам большое. Спасибо вам за скотку. Спасибо за откровенность такую. Ну, я, знаете ли, должен вам заметить, что все когда-то заканчивается. Поэтому мне кажется, что группа Паргорькова осталась в таком легендарном статусе. Если бы мы продолжали до сих пор, ну, так бы бесславно затихло бы все это и все. А так все-таки вот вы вспоминаете, и мы с удовольствием вспоминаем то время. И я разговариваю с Америкой, и там мои друзья, американцы, говорят, ну, как Парк вот... Все помнят это. Это как бы вот историческая такая осталась... Верха такая. Верха в нашей жизни. Действительно, школной можно сравнить, да? Конечно, да. Что там? Спасибо. Мне сейчас редактор решил вдруг почему-то долго в ухо сказать по почке был вопрос относительно ждать ли нового альбома Парка Горького. Нет, я думаю, что не стоит этого ждать, потому что его не будет. Ну, может быть, Леша Белов что-то сделает такое, я не знаю. Но во всяком случае мы об этом не говорили. А надо ли? Я не знаю. Я вот, судя по звонкам зрительским, видимо, надо. И судя по тому, вот ты мне рассказывал, когда мы встретились с тобой, 25 лет в группе, да? И вот вы же все-таки встретились, этот концерт отлопали, сделали, да? И ты увидел тех людей, которые поют те песни, которые, быть может, и тобой подзабыты. Да. Да, то есть поклонники-то по-прежнему, они сохранили всю эту любовь. Я рассказывал этот случай, что мы не играли до этого 10 лет перед этим концертом, и я на репетиции, значит, говорю Белову, говорю, Леша, слушай, я слова не помню, хиты-то помню. Основные там, Бэнк, Мускул Колин. А проходные песни, которые в альбоме, не помню, говорю, поставьте мне суфлер, пожалуйста, этот текст, ну, монитор перед глазами. Он говорит, да чего ты паришься? Ну, кто там будет это? Ну, ошибешься по-английски. Ну, кто там что, помнит, что ли? Ну, и что бы вы думали? Я смотрю, пою и смотрю, что весь зал поет со мной, все песни буквально. Это было настолько паразит. Я сейчас говорю, у меня мурашки. И я благодарен, и слава богу, что мы поставили эти мониторы, потому что было бы некрасиво, если бы я врал слова. Что-то такое надо, Санин, в жизни сделать тебе такое, чтобы, понимаешь, уходя, прости, что я на эту тему говорю, уходя, как сегодня за скорбью уже говорили, с земли этой, чтобы не говорили, ушел от нас солист Крупа Парк Горького. Вот у меня коллегин был, Александр Коллегин, сделавший в жизни очень многое. Он говорит, вот я умру, представляешь, и первое, что напишут, умерла тетушка Чарли. Тетушка Чарли, да. Вот больше ничего, как будто и не было на свете сделано. Настолько ярко это было, да? Вот чем ты сегодня перебьешь, чем переплюешь? Я не собираюсь ничем это перебивать, пусть это останется так, как было. Я просто с огромным удовольствием вот живу вообще. Я люблю эту жизнь, мне нравится то, что я делаю, мне нравятся мои друзья, мне нравится мой сын, который красавец, 16 лет плаваем, занимается плаванием, с которым есть о чем поговорить. Далеко не дурак. То есть это уже, я считаю, что мне достаточно. А он другой? От тебя 16-летним и твоего 16-летним сегодня? Ну конечно, конечно. Небо и Земля разные? Нет, ну есть моменты, которые точно такие же, как, собственно говоря, происходили со мной, когда, ну от того, что все-таки здесь еще информации маловато, да, в 16 лет, поэтому. Вот, но в принципе, конечно, они все другие, они инопланетяне по сравнению с нами, и интернет, и компьютер, это, ну это, мы об этом даже не могли мечтать. Ну это понятно, я имею ввиду, по каким-то подходам к жизни, по ценностям, которые, ну у нас же были какие-то свои определенные, там тот же патриотизм был, там тоже стремление в какую-то общественную деятельность. Сейчас же этого ничего никому не надо. Я ему, как бы не навязывая, потихонечку показал все фильмы, которые я люблю, и в бой идут одни старики, и баллады о солдате, и они сражались за Родину. Он с огромным удовольствием это все посмотрел и сделал какие-то свои выводы, хотя он далек от этого всего, он не знает, что это война на самом деле, хотя мы-то уж не знали, да, так по рассказам дедушки вот так. А он-то вообще не знает, но он прекрасно понимает, в чем, где собака зарыта в этой жизни, то есть это уже хорошо, он понимает, что добро это добро, а зло это зло, но этого уже много. Судьбу человек и показал? Судьбу обязательно, я говорю, все старые фильмы, которые я люблю, все ему показал. Мне понравилось в одном из интервью, тоже готовился к сегодняшней программе, пробежался по Сашиному интервью, и написано, вот я не стыжусь своих слез, когда смотрю картину «Судьба человека». Не стыжусь. Всякий раз плачу, когда вот этот вот фрагмент, когда сыночек находит папу своего. Папка! Он кричит и обнимает его, да. Это вот очень трогательные, сентиментальные такие вещи. Так вот я к чему хотел, Володя, все это сказать? К тому, что нужно жить сейчас, каждую секунду, и радоваться этой жизни. Потому что многие из нас, так вот после Нового года, допустим, брошу курить, все, начну ходить в спортзал, ничего подобного не случится. Хочешь в спортзал, начни ходить сегодня, сейчас. И к чему я это говорю? К тому, что есть песня, которую я написал на стихи Роберта Ивановича Рождественского, она называется «Сказочка». Можно? Конечно. Жил да был, жил да был, спал, работал, ел и пил, полюбил, разлюбил, плюнул снова. Жил да был, говорил себе не раз, эх, махнуть бы на Кавказ, не собрался, не махнул, лямку буднично тянул. Жил да был, жил да был, что-то знал, да позабыл, ждал чего-то, но потом дом, работа, снова дом. То жара, то снега хруст, а почтовый ящик пуст. Жил да был, грустил, сидел, брился в зеркало, глядел, никого к себе не звал, в долг не брал и не давал. Не любил ходить в кино, но зато смотрел в окно на людей и на собак, интересно как-никак. Жил да был, жил да был, вдруг пошел, ковер купил, от стены до стены, с ворсом сказочной длины. Красотища, бог ты мой, прошлый с ляготной зимой, так без видимых причин, умер, отошел по чьи. Зазвенел дверной звонок, двое принесли венок, от месткова с лентой рыжей, вот под этой ржавой крышей, вот под этим серым небом жил да был. А может, не был. Здорово. Роберт Иванович Рождественский, который смотрел как вот прям в воду. Да, это вот тоже Роберт Рождественский, пропагандист творчества Роберта Рождественского Александра Маршал. Сегодня у меня в гостях, кто не сначала смотрит нашу программу, мы уже показывали тот сборник, который Катя Рождественская презентовала Саше, для того, чтобы он выбрал несколько стихов и положил их на музыку. И таким образом родился альбом. Вышла уже постинка, да? Она еще не вышла, но она готова. То есть я вот был просто новогодний праздник, я не мог это сделать, потому что вот сейчас этим займусь вплотную. Слушаем Владимир из Волгограда. Владимир, добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. Вы жили в Америке и пели вместе с группой «Парк Горького» и пели здесь. Вот Америка нам дала никотин, который убивает лошадь. Год лошади – символ года. Вот где же вас больше воспринимают? В Америке или в России? Ну, вы знаете, это вопрос как бы немножко такой, я даже не знаю, с какой стороны к нему подойти. Когда мы работали в Соединенных Штатах, конечно же, нас принимали там и во всем мире принимали. А когда я вернулся в Россию и записал первую свою пластинку на русском языке, вторую, третью, и вот теперь меня принимают вот здесь больше, чем там. Потому что я там бываю только в гостях теперь. Спасибо вам, Владимир. Я всегда радуюсь вашим вопросам и вашим звонкам. Мы думаем, что по эрудиции грамотности они могут соперничать только со Светой из Иванова. С остальными я просто не знаю, как вас рядом просто поставить. Игорь из Москвы. Игорь, добрый вечер. Здрасте. Ле, Володь. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Огромное вам спасибо, что вы пригласили «Живой пример», когда человеку нравится и металл, и шансон. И я как бы в этой теме не одинок. Александр, а вот у меня к вам такой вопросик. Вот какая есть встреча со звездами зарубежной рок-сцены, запомнилась вам больше всего. Ну и, как говорится, пользуясь случаем, если вы с гитарой, вот в памяти наших родителей, можно песню «Бати». Все, спасибо. Да, спасибо большое. Вы знаете, встреч было очень много. Я не могу выделить что-либо. Ну, потому что, во-первых, начнем с того, что парк Горького первую свою пластинку записывали в Ванкувере. Город Ванкувер. Beautiful British Columbia. Написано на номерах автомобилей. Я спросил нашего род-менеджера, говорю, а почему написано beautiful, красивая британская Колумбия? Он говорит, посмотри вокруг, что некрасиво. Я говорю, да, очень красиво. И мы записывались в одной студии, в одном здании с группой «Мотли Крю». Томми Ли совершенно потрясающий человек, законченный раздолбай, конечно, но из песни слов не выкинешь. Поэтому он посвятил нас во многие вещи, о которых мы даже не подозревали. То есть первые наши походы в клубы, девушки, знакомства и так далее. И было много очень смешных моментов. Я, например, научил их пить водку, потому что они все время говорят, ну покажи, как вы русских пьете водку. Я говорю, тебя за язык никто не тянул. Будешь за мной повторять? Он говорит, давай. И он потом пожалел, что он за мной повторял, потому что у нас, видимо, это как-то мы вот от рождения такие крепкие. А они вот как-то... Ну ты что, граненый стаканчик достал там? Нет, а очень просто. Я говорю, ну есть Владимири, да, это как бы кровавая мэрия. А это просто берешь томатный сок, потихонечку наливаешь туда водку, она, значит, остается сверху. Ты ее выпиваешь, следом томатный сок. То есть можно выпить ведро. Но у него не получилось. Он пол ведра выпил, а остальное у него не вышло, да. И вот любые наши встречи, это что касаемо и группы Aerosmith, и CDC, и Def Leppard. Ну, Scorpions, понятно, мы друзья давным-давно. Это все, вы знаете, это совершенно... Ози Осборн тот же, да? Это люди совершенно земные и нормальные. Просто к ним не подойти в обыденной жизни, потому что к ним не подпускают никого. Они все-таки большие очень звезды. Ну, ваша сцена свела, а не жизнь обыденная. Она свела сцена, да. И поэтому мы не чувствовали никакой границы и разницы между тем, что это вот такие звезды, на которых мы раньше даже не знали, с какой стороны к ним подойти. Давай покажем нашим зрителям. Я думаю, этот материал вы видели неоднократно, но мы просто уже задели эту тему, проиллюстрируем и еще раз увидим эту запись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не будем удавать полностью, тем более достаточно часто показываем на канале «Ностальгия» это звучит. Такой апофеоз, но уже на российской земле, да, это все происходило? Да, это на стадионе Ленина, да, в Лужниках. Слушаем Нину из Новомосковска. Нина ждет давно. Нина, здрасте. Ничего страшного. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте, Володя, здравствуйте, Саша. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Бернец, Маршал, мне кажется, для меня одно и то же. И как-то недавно я утром включила радио, и прозвучала песня. Я... и прозвучала песня, сейчас скажу, день прошел, убавилась черта. Есть такая песня? На стихи Есенина, да? Да. И опять подвинулся к уходу. Я обалдела содержанию песни. Это мне-то что-то напомнило даже журавли Фрэнкеля. Ну, да. И думаю, что это за песня? И потом я случайно узнала, что эта песня поет опять Александр Маршал. Да. Эта песня написана на стихи Сергея Есенина. И стихи, кстати, мне... Я их раньше никогда нигде не видел и не читал. А Алексей Евсюков, это пианист, который много-много лет работает с Иосифом Давыдовичем Кобзоном. Он мне прислал эти стихи, говорит, слушай, посмотри. Вот, может быть, получится какая-то песня. И получилась песня, вот, на стихи Сергея Есенина, которой я очень горжусь. Она очень получилась душевная и красивая. Но сегодня мы поем не Есенина, а сегодня поем Рождественский. Сегодня у нас Рождественский, да. Что послушаем сейчас? Я думаю, что было бы неплохо спеть песню, которая называется «Отъезд». Это связано с тем, что когда-то мы помним, да, в советское время, это и Солженицын, и были величайшие люди, которые уезжали не по своей воле из нашей страны, потому что так было угодно. Нет, я просто хотел найти быстро эти... А вот она. Она называется «Отъезд». «Отъезд». Кое-кто, откушив лагерной баланды, а другие за неделю до нее уезжали не какие-то герои. Впрочем, как понять, герой или не герой? Просто люди не умели думать строем, даже если это самый лучший строй. Не по зову сердце, ох, как не по зову, уезжали, а иначе не могли. Покидали это небо, эту зону, незабвенную шестую часть земли. Уезжали снисхожденья не просили, хоть была у них на всех одна беда. Шибко умными считались, а в России шибко умных не любили никогда. Уезжали сквозь нельзя и сквозь не можно, не на год, а на остаток дней и лет. Их шмонала знаменитая доможня, пограничники, кривясь, глядели вслед. Не по зову сердца, ох, как не по зову, уезжали, а иначе не могли. Покидали это небо, эту зону, незабвенную шестую часть земли. Час усталости, неправедной расплаты, шереметьево, поземка, жесткий снег. Уезжали из моей страны таланты, уезжали, чтоб остаться в ней навек. Удивительно, что это тоже Роберт Рождественский, который никогда бы в советскую пору не был бы опубликован. Вот эти стихи не могли бы появиться тогда. О тех, кто не умел думать строем, и о тех, кто покидает эту зону. Кое-кто, откушав лагерные баланды, а другие за неделю до нее. Да, это все ведь о нашей стране говорится. И зона, в общем, здесь как аллегория, тоже применительно как шестая часть земли. Тоже ведь о Советском Союзе, и о России в том числе, в первую очередь. О том самом Советском Союзе, который нежно-нежно, я это очень знаю хорошо, любит Александр Маршал. Очень люблю, очень люблю. И у меня, кстати, есть вопрос к нашим зрителям. Да, извини, что я не навел тебя раньше на эту тему. Ну, друзья мои, я во всяком случае это делал. То есть, что я делал? Был такой проигрыватель, назывался «Юбилейный», у которого отстегивалась верхняя крышечка. Она же была динамиком, то есть колонкой. Я брал этот проигрыватель, вставлял его в окно, в открытое, и крутил пластинки, которые у меня были. Значит, это было в основном песни, конечно же, наши, советские, потому что не было у меня тогда записей, магнитофонов еще не было. А «Битлз» я услышал позже. А был «Абадзинский». Были, в общем, все те, кто вот в то время вот звучали по радио и по телевидению, этого мало было. И вот у меня такой вопрос будет. Делали ли вы подобные вещи, дорогие друзья, и какую музыку вы крутили в окно, в раскрытое окно, во двор? — Замечательный вопрос. Я сожалею, что я сразу не пришло мне в голову, Саша, напомнить про вопрос. А ведь это делается в начале программы, а время у нас 22 минуты остается. Но наверняка и вы в окно тоже крутили. Какую музыку? Какую? — 9-6-9-2-2-1-1. Олег из Москвы. Олег, добрый вечер. — Олег, да, на проводе. Володя, Саша, вас с Новым годом. Здоровья вам в Новом году, Саша. Вам творческих успехов. — Спасибо. — Всего вам доброго. По поводу «Крутили в окно». Я 30 лет с лишним живу в Москве, где-то до 80-го я жил в Челябинске. И, ну, у меня был магнитофон «Комета». — Да, известный магнитофон, да. — Такой трехдорожечный, там, 19-я скорость. А у меня там товарищ был напротив, и мы, значит, он включал «Роллинг Стоунс», «Бетло», «Дорс». И я тоже включал, и вот мы как бы так, вот такая перекличка вроде между... — Грандфанд, наверное, Грандфанд, Грандфанд, наверное, да? — Да, ну, это, конечно, «Плури Бус Фанк», там, ну, все, «Марфан», все дела. — Наш человек? — Да. — Да, это там было вообще, ну, тебя лучше, давай, приходи, а у тебя какая записька там? — Да, да, да. — Все, перезапись, да, да, да. — Рокопера Иисус Христос, суперзвезда, которую я знал наизусть вообще, просто наизусть. — Ну, с Гиломом вообще супер, просто. — У вас вопрос какой-то, да, к Саше еще был? — Да, Саша, ну, вы сейчас что-то у вас, я знаю, что вы тоже любите, я очень сейчас, ну, помимо рока люблю и блюз. Мы с вами, кстати, были на концерте, я вас видел, просто мы лично не знакомы, вот, ну, на Эрика Клэптоне в 2001 году. — А, да, 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 было дело, да. — Вот, ну, я видел вас просто, вы были. — В чем вопросик? — Вы, в общем-то, тоже, я думаю, любитель блюза тоже, да? — Да. — Вот. Ну, у вас как-то вот таких, в последнее время я, конечно, не так слежу за вашим творчеством, вот. — Оборвалась текущая нить вашего вопроса. Ну, мне кажется, вы очень здорово ответили на этот вопрос Саше, но, с другой стороны, то, что вы назвали, не совсем форточная музыка все-таки, да? Не то, что выставлялось в окно, и не совсем то, что имел Саша в виду. Ну, быть может, у каждого свое было. Ирина из Москвы, Ирина, добрый вечер. — Добрый вечер, Владимир, добрый вечер, Александр. — Добрый вечер, здрасте. — Ну, во-первых, я хочу сказать, Александр, у меня был точно такой же проигрыватель, как у вас. — Юбилейный. — Да, и я выставляла тех же бетлов, того же Абадзинского, Хеля, Кобзона, то есть у меня всегда из окна звучала музыка. А к вам у меня, вот, чисто женский вопрос. Саша, скажите, пожалуйста, как вам удается на протяжении стольких лет быть не просто замечательным певцом, замечательным, господи, ну, неважно, да, как вам удается сохранять такую форму? Вы ведь такой изумительный, обаятельный мужчина. — Спасибо. — Просто как вам это просто удается? — Вы знаете, это вопрос, наверное, не ко мне, а, наверное, все-таки к моим родителям больше, потому что я не знаю, что на это ответить. Я не могу сказать, что я веду прямо стопроцентно здоровый образ жизни, ну, с моими, в общем-то, с моими поездками, практически это, в общем-то, возможно, очень сложно. — То есть это генетика? — Наверное, все-таки гены, да. У меня и дедушка был такой, в общем, крепкий дядечка, один и второй. И батя мой вообще был мужик, он, у меня есть фотография, где он стоит, ему было лет 25, он стоя, настолько был гибок, что он стоя локтями доставал до ступней. То есть такой был, ну, летчик военный, он был крепкого здоровья. — Ну, ты спортивный мужик, судя по всему, или ты не занимаешься спортом? — Ну, нет, ну, я, насколько это возможно, занимаюсь. У меня есть дома спортивный зальчик небольшой. — А, дом сам. — Да. А потом, в общем-то, наверное, все-таки это больше с генами связано, я так думаю. — Ну, мы сейчас 25-летнего Александра Маршала не увидим, увидим другого, но, тем не менее, тоже молодого. Потом вернемся. ПЕСНЯ 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 с этим делом, я закрываю рукой, ну, примерно вот так вот читаю, думаю, вот что бы я придумал, закрываю ладонью четверостишки, концовку, и мне ничего не приходит в голову, открываю, у него точно, ёмко, и замечательное слово, прям конкретное. То есть я считаю, что это один из талантливейших поэтов нашей современности. Сегодня мы тоже слушаем стихи на талантливейшего поэта современности, причем тоже, который никто никогда до этого не пел. Да. Здесь вот ситуация такая, песня называется «Август 91-го», то есть Роберт Иванович, когда увидел это по телевизору, я тоже, кстати, когда увидел, я был в Соединенных Штатах, и увидел, как танки стреляют по Белому дому, я думал, что это кино. Я сначала не поверил, потом мне позвонил друзьям, они тоже, никто не понял, что происходит. Это вот август 91-го. Небо в грозовых раскатах, мир лоснящийся снаружи, Мальчики на баррикадах, Яростные и безоружные, Мальчики на баррикадах, Яростные и безоружные, Скрежет голоса Цыковского, И для блага всех людей Пуч на музыку Чайковского. Танец мелких лебедей Час нелепый и бредовый, Зрители на всех балконах, Кровь на вздыбленной садовой, Слезы Бога на погонах, Кровь на вздыбленной садовой, Слезы Бога на погонах, Скрежет голоса Цыковского, И для блага всех людей Пуч на музыку Чайковского. Танец мелких лебедей Пуч на музыку Чайковского. Танец мелких лебедей И тут же сразу Надоело долой, Надоело ура, Дождь идет, как вчера И как позавчера. Я поверил, что это Дождливая слизь, Нам дана в наказание, Что мы родились. Но однажды пришельцем Из сказочных книг Яркий солнечный луч На мгновенье возник, Он пронзил эту морозь Без блестящей иглой, Тонкий солнечный луч Без ура и долой. Без ура и долой. Слушай, она очень такая Видеоинсталляция просится Вот на Пуч на музыку Чайковского, Прямо картинки просятся сами. Мы же помним эту набережную, Люди на балконах. Что может быть глупее, Когда идет стрельба, Люди сядут на балконах И смотрят? Слушай, я как режиссер Хочу снять клип на эту песню, Ты позволишь мне? Позвольствуй. На нашем канале Мы с удовольствием Будем его гонять. С удовольствием. Надо быть авторские права, Чтобы Саша подписал, И мы потом сделаем Красивую из этого картинку. Хорошо. Это было, что наша Абсолютная тема Слон эпох, Слон эпох И вот Пуч на музыку Чайковского Это здорово. Танец мелких лебедей. Они мелкие по сравнению С тем, что на самом деле происходит. Несмотря на то, что это Великое произведение. Они не белые были, да, Уже в его словах. Я еще удивился, Думал, почему он не сказал Белых лебедей? Мелких лебедей. Давно ждет Светлана из Пензы. Светлана, добрый вечер. Здравствуйте. 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 Володя, здравствуйте. Здравствуйте. Александр. Вот я хотела поделиться, Как мы в 67-м году, У меня был магнитофон Яуза 10, Четырехдорожечный, Там две скорости было, Колонки были такие Две большие, да, И мы в окно тоже Как выставим Гоняли Высоцкого Сальвадора Адамо Вот, Вячеслава Адамо, да, да, да. Вот он приезжал недавно В Ленинград, Мы в интернете слушали его Потом битлы тоже Я не знаю, как они доходили Я же в городе Якутске жила Как доходили эти записи до нас Мы переписывали И запрещенный был Высоцкий У меня был Отец начальник милиции Города Якутска в то время И он меня все время ругал Что вы делаете? Он запрещенный, Он какие-то Зыковские песни поет, все такое А мы все равно гоняли его Да Отец тоже очень любил Высоцкого поставить Особенно вот когда Музыка звучала на весь двор Не только на наш двор Но Высоцкий звучал Очень широко тогда Марат из Казани Марат, добрый вечер Марат, слушаем вас Добрый вечер Алло, добрый вечер Да, я без всяких эпитетов Это хорошо Хочу сказать, что Слушали, мы в окно Выставляли Это По волне моей памяти Да, обязательно Да Да Это 76-й год где-то, да? 76-й год, да В армии служил как раз Дослужил, да Да И смоки What can I do? 78-й год 77-й год What can I do? Спасибо большое, Дмитрий Спасибо В Московской области Дмитрий, здравствуйте Перезванивайте Дмитрий, если не слышите У нас сейчас 969-2211 Маэстро, прошу вас Что можем послушать сегодня еще? Можно послушать Я хочу теперь отойти немножко От Роберта Ивановича Рождественского И прийти к другому не менее Талантливому человеку Которого звали Александр Вертинский И поскольку я дружу с его дочерью Она тоже подарила мне книгу Которую, кстати, оформил Юра Купер Который у тебя был здесь в гостях Да, и я открыл ее буквально Вот в середине И увидел потрясающее стихотворение Позвонил Насте Говорю, Настя, есть песня у папы на эти стихи? Она говорит, есть, известная Но я ее не слышал никогда Говорю, а можно вот я написал Она говорит, ну спой Я спел их в телефон В трубку И меня стихи просто убили Вообще это просто Я считаю, что это То, что касаемо Стихотворного творчества Посвященного женщине Это одно из величайших творений Мне так стыдно за вас Мне и больно, и жутко Мне не хочется верить Такому концу Из принцессы моленой Вдохновенной и чуткой Превратиться в такую Слепую овцу Он вас так обезличил Он все ваши мысли Перекрасил в какой-то безрадостный цвет Как увяли слова Как уныло повисли Ваши робкие да, ваши гордые нет Это грустно до слез И смешно, к сожалению Что из розы поэта И это не лесть Этот добрый кретин Просто сварит варенье Спрячет в шкаф И зимой будет медленно есть Одного он не знает Чем сон непробудней Тем светлей пробужденье Тем ярче гроза Я спокойно крещу Ваши серые будни Ваше тихое имя Целую в глаза Мне так стыдно за вас Мне и больно, и жутко Мне не хочется верить Такому концу Из принцессы Мален Вдохновенной и чуткой Превратиться В такую слепую овцу Замечательно Вообще здорово, что Вертинский Тоже прорвался к нам Сквозь Рождественского В сегодняшней программе Тоже романс удивительный На мой взгляд Наверное, его отчасти Можно посвятить Лидии Вертинской Которая вот на днях Ушла из жизни Маме То есть Анастасии Вертинской С которой, я так понимаю Дружен Саша Поскольку Настя дружна С Купером Там целая история Там все переплетено В этих дружбах Но я знаю, что благодаря Куперу Где ты прочел Ты открыл для себя многое В живописи Во-первых А во-вторых А какую мы с ним записали Пластинку Не одну Он стал писать стихи То есть не только живопись Вас объединила Это просто Я настолько поражаюсь Ему Он настолько Трудоголик В прямом смысле Это слово Я ему звоню В 7 утра Он уже работает То ли живопись То ли он сейчас делает Дизайн храма Сидит с компьютером С компьютерщиком С парнем И делает Дизайн Время Последний звоночек Время немало Дмитрий из Московской области Дмитрий, добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Здрасте Говорите Добрый вечер Владимир Александр Александр Я в первую очередь К вам хочу обратиться Я большой ваш поклонник Спасибо Добрый вечер Я знаю Что вы очень любите Высоцкого Как вы только что сказали И исполняете его песни Ну Такой вопрос Вот 25 января Будет концерт на Таганке Памяти Высоцкого Вот такой вопрос Вы будете в нем участвовать? Я знаете ли Буду участвовать Я каждый год Но в этом я не знаю Про о каком концерте Вы говорите Я буду участвовать В съемке Песни Высоцкого 20 января В Останкино Вот это точно Совершенно Я уже Я уже Подготовил Подготовил песню Которая называется Хотел быстро сказать Господи Мой друг уехал в Магадан Снимите шляпу Снимите шляпу Сейчас стихи не Высоцкого Протвучат От нашей телезрительницы Из Ростова-на-Дону Моники Котовой Это такой шар-шип-играмма Скорее тебе адресуется Будто в парке высоченный По два метрам Ростом дуб Но поклонникам Не только он Гвардейской статью Люб Люб он песнями Своими Что по миру Налегке Распевает на английском И на русском языке Рок Хард-рок В руках гитара Песен строй Как строй вояк Он командует парадом Он ведь маршал Как-никак Это тебе Вы знаете Я прям Даже приподнялся На стуле Вот здесь Спасибо тебе, Саша Сегодняшнюю встречу Не хватило мне часа Приходи, пожалуйста, еще в гости Я с удовольствием Спасибо, друзья До свидания Всего вам самого хорошего С Новым годом Жду завтра вас, как и обычно В 22 часа До встречи Рожденный БСССР Рожденный...